Музыка с нами всегда, везде и всюду. Дома с утра, по пути на учебу или работу, по пути домой, ну и, конечно же, дома вечером. Ну или не музыка, а, например, аудиокниги или даже видео. В общем, без звука мы никуда. Но не каждый из нас аудиофил, которому нужны наушники стоимостью от 300 условных американских единиц. Можно ли обойтись чем-то более бюджетным? Конечно! Привет! В этом видео я познакомлю вас сразу с тремя моделями беспроводных наушников и одной беспроводной гарнитурой от Nomi. Начнем с главного, с характеристик. Все наушники и гарнитура оснащены одним и тем же несъемным аккумулятором на 150 мАч, что дает около 3 часов разговоров и прослушивания и до 12 часов в режиме стендбай. По частотному спектру у всех девайсов от 20 Гц до 20 кГц, что есть не самый лучший, но вполне годный показатель. Bluetooth-модуль также одинаков. Версии 4.1. У моделей 411, 412 и 310 чувствительность достигает 90 дБ, а у спортивно-ориентированной модели 421 – 103 дБ. Наушники, что понравились мне больше всего, Nomi NBH 411. Вакуумные затычки дают максимальную изоляцию от окружающих вас посторонних звуков и обеспечивают доступ Шопена прямиком в мозг. При этом громкость можно не накручивать даже в громыхающем метро. Все будет отлично слышно. В комплекте есть три пары сменных резинок под разные размеры ушного канала. Дизайн лаконичный. Черный корпус с красным акцентом. Ничего лишнего. Провода выполнены из классической лапши, так что придется приложить недюжинные усилия, чтобы их запутать. На пульте управления всего три кнопки, так что с ним разберется любой. В общем, толковые и практичные наушники на каждый день. О звучании ближе к концу ролика. Чуть менее практичная в силу своего белого цвета, но не менее толковая модель 412. Главное отличие от 411 заключается в дизайне, явно вдохновленном EarPods от Apple и отсутствием вакуумных затычек. То есть это обыкновенные вкладыши. По сути, тот же пульт управления, тот же провод лапша. Носить их комфортно и выпадать они не склонны. Третья модель 421. С первого взгляда становится понятно, что тут прям все заточено под спорт. И это понятно благодаря вот этой дуге, которая удобно фиксируется на шее. При этом она настолько легкая, что вообще не ощущается. Сами наушники, вкладыши, тоже визуально схожи с Apple с одной стороны, а с другой нет. И вот с этой самой другой стороны они еще и магнитные. Из ушей наушники также не выпадают. Пульт такой же, как и в предыдущем случае. Модель 310 не для музыки, а для тех, кто много времени проводит за разговорами, но при этом не хочет или не может занимать руки смартфоном. Миниатюрное, удобное и эффективное решение. Из элементов управления всего одна кнопка. Присутствует в комплекте и дуга для более надежного крепления за ухом. К звуку претензий нет. Ну, как для такого ценника. По частотам все звучит сбалансировано. Низких хватает, середина не провалена, а высокие не режут слух. Звук плотный и достаточно объемный. Запаса громкости вполне хватает. В случае с моделью 310 собеседник вас отлично слышит, а вы превосходно слышите его. Что есть главное в подобных гаджетах. Если вы аудиофил, который гоняется прям за суперским звуком и готов тратить на него сотни валюты, то это вот совсем не ваше. А если же вам нужны доступные, при этом надежные и универсальные гаджеты на каждый день, то это вот прям оно. Всем хорошей музыки. До новых. Субтитры создавал DimaTorzok